Но сейчас, пожалуй, главная новость для автомобилистов в этом году. Улицу Карла Маркса частично перекроют уже в следующие выходные, а проспект Мира станет односторонним. Для водителей придумали альтернативную схему движения. По-новому поедет и общественный транспорт. И все это ради строительства Красноярского метротрама. Сколько продлятся перекрытия и превратится ли центр города в проспект имени дорожных заторов, узнавал Павел Горшанов. На проспекте Мира уже появились новые дорожные знаки. Например, этот подскажет, как ехать по полосам. Здесь их будет четыре в одну сторону. Пока знаки закрыты, но уже со следующих выходных красноярским водителям придется привыкать к новой схеме движения. Транспортная жизнь центра города изменится в ночь на 10 августа. На два года часть Маркса перекроют, а Мира станет односторонним от улицы профсоюзов до парижской коммуны. Логично, что автомобильный поток на проспекте вырастет в несколько раз. И чтобы центр не сковали пробки, дорожники решили запретить парковку на Мира по обеим сторонам дороги. Они уверены, что новая схема движения не сильно повлияет на дорожную ситуацию в центре города. Конечно, движение ухудшится, это очевидно и без модулирования. Но это минимальные задержки, эта схема предполагает, в целом на 40 секунд. То есть было при существующем варианте у нас 279,8 секунд задержки транспорта по сети, станет 322,4. Скорость движения транспорта в целом также снизится на примерно 2 км в час. Кроме того, после остановки Красная площадь, общественный транспорт в сторону Парового берега тоже двинется по Мира до улицы Вейнбаума, а затем на коммунальный мост. В сторону партизана Железняка маршрутки поедут по Мира, затем Сурикова и вернутся на Карла Маркса. Для этого отрезок Сурикова станет односторонним. Движение Парабиспьера, Декабристов, Декатуры Пролетариата, Кирова, Перенсона и Вейнбаума останется без изменений. На картинке схема выглядит вполне работоспособной, но по словам водителей, к сентябрю на дорогах поток и так становится гораздо плотнее. А теперь проехать в центре станет просто невозможно. Я к этому отношусь негативно. Очень будет неудобно. Я думаю, будут пробки. Однозначно. Большие пробки будут? Ну, думаю, да. Я просто на Мира живу. Я представляю, что будет коллапс. Никто уже не верит в то, что благо наступит. Уже сколько лет метро строится и все никак не допостроится. Скорее всего, это только доставит неудобства и вопросов не решит. В ГАИ заявили, что будут помогать водителям освоиться в новой схеме движения. Обещают даже какое-то время не штрафовать. Но особо непонимающим автомобилистам все-таки придется раскошелиться. Например, за парковку на проспекте Мира. Сотрудники госавтоинспекции будут находиться на тех перекрытых местах, где у нас будет поменено дорожное движение. Именно информировать водительский состав. Как ранее уже вам сказали, что у нас водители в основном ездят по привычке. В данной ситуации их будем отправлять именно по новой схеме дорожного движения. Что улица Маркса будет перекрыта, дорожники предупреждали еще в мае. Но археологи во время обследования нашли под землей артефакты 19 века. Включая керамику, стекло, железные гвозди и кости животных. Недавно подрядчик получил положительные заключения экспертизы и сможет приступить к масштабным работам. Которые, кстати, тоже вряд ли понравятся жителям ближайших домов. В этот период нам необходимо будет провести очень масштабные мероприятия. Например, вынести порядка 5 километров сетей связи, более 320 метров трубопроводов водоснабжения и городской канализации. Свыше километра наружного освещения с демонтажом и установкой новых опор освещения. Реконструкцию контактной сети для троллейбусов протяженностью более полутора километров. Ну а пока, начиная с 10 августа, все мы, видимо, с особой силой будем ждать открытия первых станций метротрама, а заодно и возвращение улицы Карла Маркса. Павел Горшанов, Ярослав Фисков, Новости Прима. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова